Добрый вечер! Меня зовут Марина. Сегодня наш выпуск посвящен Турции. Вы собрались в поездку. Тема первая, летим туда. Турецкая сторона разработала регламент приема иностранных туристов, в списке которого значатся несколько обязательных пунктов. Заполнение анкеты на борту самолета. Измерение температуры в терминале аэропорта. Справки с отрицательным тестом не требуется. Тема вторая, кому потребуется сдать тест. Прямо в аэропорту туриста с признаками РВИ и температурой выше 37,8 направить на бесплатное тестирование ПЦР. Если тест будет положительным, то в зависимости от формы течения заболевания его госпитализируют либо изолируют в забронированный отель. Решение об этом принимает врач. Тема третья, куда направить туриста с положительным тестом? Никак специальных обсерваторов в стране нет. В каждом отеле подготовлены изоляционные зоны для отдыхающих в случае выявления заболевания. Они бесплатны для туристов, так как согласно сертификату здоровья эти расходы берет на себя гостиница. Тема четвертая, что будет со всеми контактировавшими. Пассажирам, которые летели в самолете рядом с заболевшим, при необходимости могут сделать бесплатный тест ПЦР. Если туристы летели в маске, то контактировавшими они не считаются, поэтому спокойно следуют к месту отдыха. Тема пятая, летим обратно. Распотребнадзор выпустил постановление об обязательном прохождении теста на коронавирус по возвращении граждан на территорию РФ из-за границы воздушным путем. Какие процедуры необходимо пройти? Заполнение анкеты на портале Госуслуг не поздняя регистрация на рейс. Заполнение анкеты на борту самолета. Измерение температуры на борту самолета. Сдача теста методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия. Размещение полученных результатов на портале. Тема шестая. Где и как сдать тест. В Москве и Санкт-Петербурге тест можно сдать бесплатно в рамках полиса ОМС, однако из-за большой нагрузки на систему здравоохранения нужно записаться заранее. В небольших городах сделать это сложнее из-за ограниченного списка аккредитованных лабораторий. Поэтому лучше порекомендовать туристам пройти тестирование сразу по прилету. Например, сдать тест можно в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Этот вариант удобен в первую очередь для региональных туристов, которым сложнее выполнять требования о прохождении теста в трехдневный срок, так как им необходимо еще возвращаться домой. Найти информацию, где именно находятся пункты сдачи тестов, можно на официальном сайте аэропорта. Ничего сложного в заявленных процедурах нет, на практике это занимает совсем немного времени. Поэтому если вы или клиенты рассматривали именно Турцию, можно бронировать туры на ближайшие даты или даже на осень. Официально туристический сезон в этом году продлен до конца ноября. Что делать по прилету и по возвращении обратно, вы уже знаете. Кроме того, отели Турции снизили цены минимум на 20% по сравнению с прошлым годом, так что в стране созданы все условия для отдыха. Точка. Вам понравились наши первые видео? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.